Изменения в порядке оформления электронных больничных, новшества, касающиеся очередных отпусков, запрещенная реклама. Далее в выпуске правовые новости. Электронные больничные – полный аналог бумажного листка нетрудоспособности. Ни в том, ни в другом нет указания о диагнозе. Номер электронного больничного можно сообщить работодателю по телефону через интернет или принести талон, выданный в больнице. А сведения о своих больничных и суммах пособий можно посмотреть на сайте Фонда социального страхования, используя логин и пароль от единого портала госуслуг. Специалисты фонда рассказали о преимуществах работы с электронными больничными для работодателей. В частности, такой больничный невозможно подделать, так как ФСС контролирует любые действия с ним, поэтому работодатель может быть уверен в его подлинности. Электронные больничные хранятся в информ-системе «Соцстрах», поэтому работодателю не нужно распечатывать и хранить у себя их копии. При проведении фондом проверок страхователей, представлять электронные листки нетрудоспособности сотрудникам фонда не требуется, электронные больничные невозможно потерять или испортить. Неиспользованный отпуск не сгорает. На днях точку в этом вопросе поставил Конституционный суд. Ранее же были случаи, когда право на полную компенсацию отпусков за два или три года работники доказывали в суде. Им отказывали, ссылаясь на просроченную исковую давность. Часть первая, статья 127 Трудового кодекса, не устанавливает ни максимальное количество неиспользованных увольняемым работникам дни отпуска, замен которых ему должна быть выплачена денежная компенсация, ни ее предельные размеры, ни какие-либо обстоятельства, исключающие саму выплату. Напротив, прямо и недвусмысленно, указывая на необходимость выплаты денежной компенсации за все неиспользованные отпуска, данная норма тем самым предполагает безусловную реализацию работникам право на отпуск в полном объеме. Статья же 392 Трудового кодекса предназначена исключительно для регулирования процессуальных отношений, возникающих в рамках разрешения индивидуальных трудовых споров между работником и работодателем. В закон о рекламе внесли поправки. Теперь запрещено распространять информацию об услугах по написанию курсовых, дипломов и диссертаций. В частности, статья 7 указанного закона дополнена новым положением, запрещающим рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных диссертаций и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации. Изменения вступили в силу 11 ноября. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Штраф от 2 до 500 тысяч рублей.